Гитфан на связи! Уже очень скоро в релиз выйдут европейские эсминцы! Этим видео я хочу подготовить вас к этому событию и рассказать вам про особенности ветки на примере песочного висбю. Покажу вам показательный бой, на котором вы сможете оценить тактику сражения корабля, а на фоне я еще и поделюсь мыслями о прокачке, дам окончательный вывод относительно оценки корабля. Ну и, в общем-то, скажу главное, кому же может зайти этот корабль, а кому лучше держаться от новой ветки подальше. В общем, должно получиться очень интересно, потому ставь лайк в знак поддержки и смотри до конца. А начнем разбор в порту. Причем пройдемся только лишь по критичной геймплейно-образующим параметрам корабля, чтобы получилось коротко и понятно для каждого. Живучесть корабля тут неплохая, и, естественно, оценка идет в сравнении с одноклассниками, но важно иметь представление о игре на эсминце, ведь вы должны играть от неожиданных атак с последующим отходом в инвиз, где вы и будете с помощью хилки восстанавливать хп и компенсировать сделанные небольшие ошибки. Так вы проживете очень долго, и играть в такой геймплей скажу вам прямо комфортно, потому как у Висби все отлично со скоростью, маневром и маскировкой. Но при этом важно понимать, что новинки крайне чувствительны к ошибкам, ведь тут нет дымов, так что если вы сфейлили и возможности отступить быстро нет, то шансы на выживание у вас будут небольшие. Так что точно могу сказать, что новая ветка не зайдет новичкам, но вполне возможно зайдет тем, кто в свое время влюбился в японские эсминцы. Говорю я так, потому что основное вооружение Висби, как мне кажется, это торпеды. Они быстрые, быстро перезаряжаются, а если вы умеете вести охоту за линкорами и умеете в позиционку, то сможете держать на этом эсминце достойные показатели. Даже несмотря на то, что торпеды тут швах какие отвратительные по урону, так что для нанесения существенных повреждений вам необходимо либо загонять 6 из 6, либо ловить на ремке затоплениями, которые и компенсируют небольшой разовый урон торпед. Еще преимуществом рыбок является возможность инвизных пусков, что для уровня в принципе какой-никакой плюс, а безопасное окно аж 2 километра, что неплохо, но при этом потребуется прокачанный кэп. Артиллерия эсминца носит второстепенный характер. Небольшая дальность льбы, небольшой ДПМ, а башни тугие. В общем реализовать артиллерию непросто и нужна она, на мой взгляд, в основном для борьбы с одноклассниками, ну или закликиванием цели, который просто не до нас. Да и то лучше в то время, когда мы умудрились зафелить торпедный выход, которым мы по идее и наносим большую часть урона. Кстати, если кто-то спросит, как я оцениваю европейцев в тактике охотников за эсминцами, то скажу в принципе, что не так уж и плохо, но тут немного необычный геймплей. Ведь если вы ждете ураганного ДПМ американцев или убийственного залпа советских лидеров, то, друзья, я должен сказать, что на Висби этого нет. Тут есть хилка, и это наше все. Мы должны перебороть вражеский эсминец за счет возможности восстановления хитпоинтов. И вот в этом геймплее мы можем оказаться достаточно злым противником, ну или как минимум неприятным. Еще пару слов я должен сказать про ПВО. Оно тут есть и способно снять назойливую лампу. По статистике моих боев, у этого эсминца в сравнении с другими, один из лучших показателей сбитой авиации на уровне. Но не обольщайтесь, ведь играть при этом не так уж и приятно, и гарантированной защитой я бы не сказал, что тут пахнет. Потому я рекомендую лучше не забывать выключать ПВО в начале боя, ведь для реализации торпед незаметность и неожиданность очень важна. Ну и теперь обобщем. Если очень коротко, то Висби это торпедный эсминец, который заспамит кого угодно, но желательно при этом охотиться за линкорами. Захватывать точки сложно, а ошибаться не стоит, без дымов вы очень рискуете. Но при этом не стоит бояться одноклассников ну прям совсем, ведь при некоторых нюансах и артиллерия может дать урон, и восстанавливающийся ХП может измотать противника. Ну если конечно вас не угораздило наткнуться на какой-нибудь там лидер. А по поводу прокачки я рекомендую играть на Висби только с 10 перковым командиром. Если у вас такого нет, то лучше прокачайте его в песочке, потому как без маскировки Висби не очень. С маскировкой получается уже и дамажить и жить. И пока лично я выполнял задачу на постоянный камуфляж, то в проведенной тестовой сессии боев смог удержать средний урон где-то в районе 45 тысяч, что является средним показателем для эсминца пятого уровня, который я получал на других эсминцах. То есть на каких-то эсминцах чуть больше набивал в среднем урон, на каких-то чуть меньше, поэтому европеец как вы видите в общем-то тут не выделяется. Именно поэтому я бы не сказал, что европеец какой-то кактус на стену и имбой он тоже не пахнет. А если вернуться сейчас обратно в прокачке, то я рекомендую до маскировки идти вот так вот. Профилактика, из последних сил, интендант. Классический выбор на выживание. Ну а дальше я пока что экспериментирую. И пока могу точно сказать, что мастер борьбы с живучесть лично мне заходит, ведь он помогает вести сражение за точку и не бояться, что мы потеряем свой небольшой базовый запас хп очень быстро. О окончательной билд-ветке, друзья, я расскажу чуть-чуть позже, когда прочувствую корабли выше уровнем и в общем-то подберу оптимальный набор, который смогу смело рекомендовать. Ну а пока заготовочка, друзья, вот эти вот 13 очков перков. А теперь давайте перейдем к тактике боя и посмотрим сражение, на фоне которого я и расскажу то, что я думаю про игру на висби и вообще как его стоит реализовать. Но перед тем, как мы выйдем в этот момент, друзья, пожалуйста, напомню про важность лайков. Покажите, интересно ли вам видео по новинкам или не очень. Ну и друзья, давайте поговорим о главном. Как же воевать на висби так, чтобы тащить свои сражения? И на мой взгляд, тут все достаточно просто на этом корабле. Главное правильно выбрать фланг. И на мой взгляд, необходимо выбирать тот фланг, на котором союзников не так много, а противники явно будут настроены рашить и захватывать точку. Потому что 8-километровыми рыбками не всегда получается охотиться за отступающим противником. И потому, если вы окажетесь на фланге, где просто все решат убежать, то у вас не останется возможности нанести урон, что, конечно, плохо. Но конкретно в данном сражении этот мой план потерпел фиаско, ведь поменять фланг быстро не удается. Тем не менее, я все равно придерживаюсь своих основных принципов и пытаюсь не упарываться на какой-то конкретный фланг, по крайней мере, в первые 5 минут и держусь чуть-чуть поближе к центру. И у этого, друзья, есть один важный плюс. То есть тогда, когда мы сейчас оказались в засвете, я очень быстро ухожу, разрываю дистанцию со своими основными противниками. При этом, как вы видите, я могу наносить достаточно весомый урон по вражескому треугольнику. И тут важно отметить то, что, в принципе, мне кажется, Висби на этот геймплей как бы и нацелен, потому что три ствола из пяти они смотрят на корму. Поэтому при отступлении удар у нас залп достаточно весомый. Но, тем не менее, если, как вы видите, на нас вообще не обращают внимания, то мы можем вообще борсить и включить в бой 5 стволов. И если бы я еще всеми ими попадал, то вражескому эсминцу стало бы совсем плохо. Но артиллерия, друзья, я опять же повторюсь, это второстепенное оружие. А главное оружие это все-таки торпеды. И тут один важный нюанс хочу сказать, что, в принципе, торпеды, хоть и являются очень быстрыми, из-за чего от них отвернуть очень сложно, не являются какими-то самонаводящимися. И поэтому необходимо очень тщательно думать, как же вам пустить торпеды, чтобы нанести максимальный урон. И конкретно в данном случае я решил, что АОБА, ну естественно, не будет идти прямым ходом вдоль острова бортом, подставляясь. И поэтому я решил закрыть пролив. Но чуть-чуть не угадал, и АОБА чуть-чуть вышел из пролива, и поэтому я достиг попадания всего лишь одной торпеды. А после этого, после того, как я понял эту ошибку, на самом деле было все понятно. Друзья, что же необходимо дальше в этом геймплей делать? Какой эффект мы можем получить максимально полезный для себя и команды? И тут, конечно, все просто. Мы можем, чисто в теории, захватить сейчас точку. То есть, Висби, если вы обратили внимание, находился на границе нашего засвета, но при этом отступал от нас, АОБа еще не зашел в радиус нашего засвета. Именно поэтому я остановился, подождал от света и, собственно говоря, пропал. Пропал из видимости АОБа. Ну, потому что я понимал, что, чисто в теории, если АОБа окажется достаточно точным кораблем, и командир будет достаточно правильно действовать, то он сможет не только забрать гремящего, который упоролся в атаку, но и при этом еще и забрать и меня. А если уж совсем повезет, то он еще и точку, может быть, обратно отхватил. Конечно же, такого мне бы не хотелось. Именно поэтому я все-таки в первую очередь постарался играть сдержанно. И мне кажется, это основной принцип Висби. Знаете почему? А потому что я чуть-чуть дальше продемонстрирую вам самый классный залп торпед, который может себе позволить Висби. То есть попадание в цель 6 из 6. Я думаю, вот этот момент, когда я обратно возвращаюсь в бой на форсаже, мы можем немножечко перемотать. Ведь я хочу сделать видео коротким, интересным и познавательным для вас. Так что маленечко перемотаю. И перейду к моменту, когда я уже принял решение, что я буду пикировать на Конго. Почему на Конго? Да потому что он подставляется, и ему очень просто зайти в борт и сделать, собственно говоря, тот самый важный залп 6 из 6. Потому что торпеды быстрые, время на уворот у Конго немного будет. И поэтому, ну вот видите, на 7 километрах пускаю торпеды. И дальше вы увидите эффект. Казалось бы, вот если говорить о минусах европейцев, которые ну прям очевидны, что если бы вот мы получили вот такой вот классный, замечательный залп торпед, что все торпеды, имеющиеся на эсминце, в раз попадают в линкор, то, допустим, на японца я более чем уверен, что Конго бы отправился в порт. Но в случае с Висби, как вы видите, эффект, к сожалению, совершенно другой. Так что, друзья, я думаю, вы сейчас понимаете, что в случае чего, если вдруг какой-нибудь линкор где-нибудь припаркуется у острова, то в отличие от других эсминцев, на европейцах далеко не всегда необходимо пикировать и быстро забирать цель, ведь после того, как вы достигнете 100% попадания торпед, есть вероятность того, что линкор возьмет и просто уничтожит вас, потому что вы уже будете не в силах его добить. Вот такие вот дела. Именно поэтому я изначально, так как и подозревал, что вот так вот и случится, что я сразу его не уничтожу, я подготовился вести артиллерийский бой. А именно, я взял и отвернул от союзников свои цели и стал для них максимально неудобной целью. После чего и стал, в общем-то, вести артиллерийский бой. И главная моя цель сейчас была уничтожить Конго и не дать ему ни в коем случае добраться до Британии и не заторанить его, ибо на этот союзный линкор у меня тоже были свои планы. Ну, а суть этого решения, друзья, в том, что, в принципе, Висби это, мне кажется, друзья, все-таки корабль поддержки. Хотя потому, что, опять же скажу, что торпеды хоть и быстрые, но не являются самонаводящимися, а разве урон от них столь небольшой, что линкор может спокойно пережить по себе самые опасные залпы и, в принципе, остаться на плаву. Именно поэтому, вот конкретно в данном случае, мне важно было, чтобы Британь жила. Потому что дюнкерку нет смысла подставлять в борт. Он, скорее всего, на мой взгляд, я так оценивал, будет идти примерно по предсказуемой траектории. И поэтому, вот сейчас вот сокращая дистанцию, в общем-то, делаю два таких вот пуска вот по упреждению. Не стал подходить еще ближе, хотя потому, что, друзья, тут был риск того, что наш вот этот вот удар засветит авиации. Я не устаю повторять то, что для торпедного эсмитца самое важное в атаке это, конечно же, эффект неожиданности. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Я хотя все сделал вроде бы более-менее идеально, но дюнкер в какой-то момент разворачивается, в общем-то, и получает по себе совсем уж минимальный урон. И после этого становится все очень плохо. Во-первых, потому что я сейчас совсем не сразу заметил, что Британия скончался, а ушел на дно. Я был сконцентрирован на перезарядке торпед. То есть, думал, сейчас я успею сделать еще один пуск, потому что дюнкерк меня не заметил. Но это и стало моей главной проблемой, друзья. То есть, конкретно вот в данном боевом моменте, я могу вам сказать точно, что если бы я сделал широкий, даже широкий залп, отрезающий дюнкерка от точки, то это залп явно был куда эффективнее того, что я сделал сейчас тупо по упреждению. Почему? Ну, друзья, тут все очень просто. Вы должны, чтобы реализовать торпедный смесь, научиться думать, как ваша цель. То есть, куда он может повернуть, в какой момент он может повернуть. И если вы на месте бы вот того же самого дюнкерка отвернули бы на точку, что, скорее всего, было бы логичным решением, потому что, как вы видите, по захвату точек они вроде бы как проигрывают, а вот по количеству фрагов, ну, шансы у красненькой команды есть, то вы бы точно приняли бы правильное решение, которого не принял я. И поэтому дальше я, смотрите, включаю дальше голову, думаю, что же делать дальше. И, естественно, один залп мы пускаем в проливчик, потому что нередко дюнкерки предпочитают играть именно от носа. То есть, возможность была то, что он направо зарулит и будет стоять тупо носом и попытаться, ну, и пытаться стрелять по тем целям, которые подсвечены. Ну, или вот, как видите, дальше он пошел дальше за другой остров и, возможно, тоже бы прижался бы там. Главное, что, друзья, хочу обратить ваше внимание в этот момент, то есть, мне, к сожалению, ни тот, ни другой залп серьезного эффекта не понес. Тем не менее, получается сейчас показать, что, в принципе, несмотря на то, что рейнджер – это авианосец выше нас уровнем, мы, чисто в теории, но можем наносить урон по авиации. И, главное, как это, друзья, сделать? Не стоит забывать то, что у нас весьма себе неплохая маскировка. Именно поэтому необходимо дождаться момента, когда авианосец подойдет к нам на достаточно быструю, близкую дистанцию. После этого мы включаем ПВО, включаем фокус. И, как видите, заход, в общем-то, проходит у рейнджера неудачно. То есть, он теряет один самолет, при этом не успел по нам сделать какой-либо удар, потому что мы засветились, ну, прям на кратчайшей для него дистанции. И при этом, как вы видите, союзники, союзный авианосец нам немножечко помог и оставил своих файтов, что тоже, собственно говоря, немножечко допомогло. Ну и, друзья, теперь давайте перейдем совсем уж к финалу. Почему в данный момент я решил повоевать с Дюнкерком от артиллерии? Ну, тут все, друзья, просто. Во-первых, торпеда опять в КД, торпедное попадание получилось только одно. А во-вторых, я увидел, что, в принципе, у Дюнкерка достаточно много целей, чтобы он решил повоевать не только с нами, а, может быть, с кем-нибудь еще. То есть, как пример, взять и уничтожить Фуриус, который является достаточно большой и уязвимой целью, чтобы взять его и заросшотнуть. Примерно та же самая ситуация случается и с Октябрьской революцией через пару секунд, ну, там, может, через минутку. Но обратите, опять же, внимание на то, что для начала мы делаем пуск торпедный, потом я обращаю внимание, что как тактика изменяется, понимаю, что, скорее всего, Октябрин идет на таран. И, опять же, отрезаю широким веером его от нашего союзника. При этом я понимаю, что Измейл, скорее всего, до моих торпед дойти не успеет. И, естественно, после этого просто что делаю? Стреляю. Потому что Октябрина занята сейчас своим каким-то делом, и наше дело просто этим самым делом воспользоваться. Так, собственно говоря, мы и приняли участие в уничтожении вражеского линкора, после чего активная часть боя, по сути-то, и закончилась. Ну, а как итог под всем видео, друзья, я скажу, что Висби, на мой взгляд, это типичный проходняк. Взять его, конечно, можно, чисто, чтобы опробовать новый геймплей и понять, как же играть за него и против него. Но это все мое мнение, своим вы можете поделиться в комментариях, а заодно поделиться своими впечатлениями от кораблей выше по уровню. Может быть, мне даже не стоит торопиться делать по ним обзором, а? Что думаете? А еще, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы смотреть свежие видео по корабликам одним из первых. Ну и на этом все, удачи и до связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok